Питер Джексон, режиссер, сценарист-продюсер. Я помню, это было в один из выходных, по-моему, в воскресенье днем. Оставалось около месяца до начала съемок. Съемочная площадка, установленная в студии, была готова. И я поймал несколько человек, делавших фильм. Рик Порос, наш сопродюсер, пошел с нами. Один из парней из отдела спецэффектов и я. Мы взяли наш сценарий. Питер ввел меня и остальных в курс дела. Рик Порос, сопродюсер. Сначала он сказал, хорошо, вот то, что мы будем делать, я буду режиссировать. Брайан Ван Холл занимался камерой. Чарли МакЛеллон, один из продюсеров визуальных эффектов, говорил за Гэндальфа. И Рэнди Кук, наш режиссер анимации, играл Сэма. Кристин Риверс, художественный директор Вета. Питер играл... Ладно, он не играл Бильбо сначала. Бильбо исполнял Рик Порос. Я, наверное, не смог бы хорошо сыграть, даже чтобы спасти свою жизнь. И вы знаете, я думал, окей, отлично, я только прочитаю для Пита так, чтобы он мог отработать разные углы съемок. И мы достигли этого момента в первой сцене, и Пит сказал, снято, великолепно. Только дальше, Бильбо, буду играть я. Конечно, я только жду подходящего момента. Не откладывай слишком надолго, он очень любит тебя. Я знаю, знаю. Бильбо? Я стар, Гэндальф. Знаю, по мне не видно, но я чувствую это в своей душе. И я думаю, так и свершился один из лучших моментов в истории кинематографии. Сцена 1-2, кадр 24, дубль 4. По-твоему, это было настолько умно? Ты хранил секрет кольца все эти годы, и нет нужды выставлять это на показ. Да ладно, ладно, Гэндальф, это же просто шутка была. В этом мире немало магических колец, Бильбо Бэггинс, и ни с одним не стоит обращаться столь легкомысленно. Ты суешь нос в чужие дела, любопытный старик. Ну ладно, наверное, ты прав. Как всегда. Значит, твой план остается в силе? Да, да, знаешь, я... Ты ведь присмотришь за Фродо хоть одним глазком. Присмотрю целыми двумя, столько, сколько будет возможно. Я все оставляю ему. Конечно, кроме некоторых мелочей. Все? Да, да, конечно. А как насчет твоего кольца? Его тоже? Оно в конверте, там, на каменной полке. Нет, подожди, оно... Тут у меня в кармане. Странно, правда? А с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы мне и не взять его с собой? Думаю, тебе стоит оставить кольцо, Бильбо. Разве это так тяжело? Да нет. И да, теперь, когда настал этот момент, я вовсе не хочу с ним расставаться. Какое дело тебе до него? Оно мое, я нашел его, оно пришло ко мне. Не нужно злиться. Если я и разозлился, то это все твоя вина. Оно мое, мое, моя прелесть. Его уже так называли, но только не ты. Горлом тот жалкий негодяй. Такой злобный. Он хотел убить меня. Он называл меня пронырой, вором, лжецом. Но оно мое. Бильбо Бэггинс, не думай, что я какой-то там дешевый фокусник. Я не хочу ограбить тебя. Я хочу помочь тебе. Все эти долгие годы мы были друзьями. Доверься мне, как когда-то, хорошо? Отпусти его. Ты прав, Гэндальф. Кольцо должно перейти к Фродо. Да, ну мне пора идти. Действительно пора. Уже поздно. Дорога, длина. Это все. Бильбо? Да? Кольцо все еще у тебя в кармане. Боже мой. Вот оно как. Запись. Окей, сцена 1-2, кадр 3. Вторая половина сцены. Ну, действительно, это довольно просто. Возьми его, Гэндальф. Вот. Оно твое. Через меня кольцо обрело бы огромную и страшную силу. Я бы стал подобен самому темному властелину. Хорошо. Я положу его обратно в сундук. Не похоже на то, чтобы темный властелин собирался постучаться в двери Бэгэнда. Так ведь? Так ведь, Гэндальф? Я пытался найти существо по имени Горлум. Я искал его повсюду, но враг нашел его первым. Интерьер. Пыточная камера Барра Дура. Орки пытают Горлума, у которого мы видим мельком лишь руки, содрогающиеся от боли. Бэггинс, Шир. Шир? Бэггинс? Но это приведет их сюда. Прямо ко мне. Бэгг! Проклятье самого из Гэмджи. Подслушивал? Подсушивал? Что вы! Все давно подсохло. Я просто подстригал траву под окном. Тебе не кажется, что поздновато для работы в саду? Я слышал, господин Фродо кричал. Я беспокоился. Но, пожалуйста, господин Гэндальф, не обижайте меня. Не превращайте меня во что-нибудь ужасное.